В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алины Волчейская. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях сотрудники автономной некоммерческой организации «Партнерство каждому ребенку». Они вместе с большой командой оказывают помощь детям и семьям в трудной жизненной ситуации с целью предотвращения разлучения детей с родителями, также создают новые в России виды социальных услуг для детей и семей, ведут работу по распространению передового российского и международного опыта по профилактике социального сиротства. По приглашению уполномоченного по правам ребенка в Ненинском округе команда специалистов приехала и в наш округ. Сегодня в студии Юлия Гонтаренко, руководитель службы профилактики, защиты и реинтеграции «Партнерство каждому ребенку» и Анна Мыслова, руководитель ресурсного центра прикладной социальной работы компании «Партнерство каждому ребенку». Здравствуйте! Благодарю вас, что нашли время в своем плотном графике и посетили нашу студию. Будем сегодня с вами говорить на такую тему, достаточно, как правильно сказать, ну, они в нашем регионе, по крайней мере, не принято говорить вслух, потому что регион маленький, специфический, да, мы здесь каждый друг друга, ну, там, друг друга, да, знаем, или хотя бы там через два, через три рукопожатия. Сначала попрошу вас рассказать немножко про вашу некоммерческую организацию, да, чем вы занимаетесь и какие цели преследуете. Я тогда начну. Мы работаем в Санкт-Петербурге, да, называемся действительно «Партнерство каждому ребенку», потому что мы искренне верим о том, что детям необходимо помогать и необходимо поддерживать родителей в том, чтобы они справлялись с воспитанием детей. И мы работаем как раз-таки с детьми, которым эта помощь необходима, с детьми, находящимися в риске утраты родительского попечения. То есть те дети, которые находятся на грани социального сиротства, да, если мы используем такой профессиональный термин, то есть те дети, которые могут остаться без попечения своих родителей, оказаться в замещающих семьях или в детских домах, как они раньше назывались. Наша задача как раз-таки предоставить им необходимые эффективные релевантные услуги для того, чтобы родителей поддержать, а детям дать возможность на развитие их наилучшего потенциала, да, чтобы они росли благополучно и развивались по максимуму. Как правильно вы сказали вначале, что мы организуем непосредственно практические услуги, то есть мы помогаем, наши специалисты в специальной работе и психологи помогают детям и их родителям в этих сложных кризисных ситуациях, в которых они оказались. А также, исходя из своего практического опыта, международного опыта, который мы получаем от общения с коллегами, российского передового опыта, мы формулируем и развиваем новые услуги, новые модели, которых, может быть, еще нету в других регионах или в других учреждениях. И наша задача их предложить для использования как раз-таки для других регионов. Сначала мы их пробуем на себе, отрабатываем, видим все плюсы и минусы, дорабатываем всю эффективность, подготавливаем документацию и предлагаем коллегам для того, чтобы они тоже могли использовать их в своей работе по профилактике социального сиротства. Наверное, можно добавить, что мы не то чтобы приходим в каждый регион с готовыми решениями, мы приходим к коллегам, обсуждаем с ними, сравниваем ситуацию, делимся опытом и предлагаем какие-то наши решения, которые можно адаптировать для ситуации конкретно на месте. Понятно, что наш опыт работы в Санкт-Петербурге отличается от опыта работы коллег в Ненинском автономном округе, просто немножко другая специфика, но всегда можно найти точки соприкосновения, и мы надеемся, что что-то из того, чем мы готовы поделиться, может пригодиться специалистам здесь. Ну вот я как раз таки понимаю, что в Ненинский округ вы приехали поделиться опытом, и сегодня у вас был ряд встреч. Расскажите, пожалуйста, вот о чем вы разговаривали, и можете ли вы уже какие-то первые итоги поездки по Ненинскому округу подвести? У нас было три встречи, очень интересные и важные встречи. Первая встреча была со специалистами, которые как раз таки на передовой находятся, которые первые видят какое-то неблагополучие в семье, это специалисты образовательных учреждений, социальные педагоги. И они действительно, им очень отозвалось то, о чем мы говорили, как нам показалось, потому что действительно, когда ты видишь неблагополучие, очень важно иметь инструменты, что же с ним делать. Очень важно его увидеть, и очень важно правильно отреагировать. Вторая встреча уже была с профессионалами именно в сфере профилактики, те, которые занимаются этим каждый день, это то, что называется субъекты профилактики, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты опеки, специалисты Центра содействия семейному устройству. Те, специалисты полиции, те, кто непосредственно видят уже последствия того неблагополучия, как оно влияет на детей. Третья встреча у нас уже была с людьми, принимающими решениями, специалисты департамента здравоохранения, которыми мы обсуждали уже пути дальнейшей работы и возможности для совместной работы по этой теме. Да, мы на третьей встрече уже обсуждали возможности, более конкретные возможности продолжения сотрудничества с руководителем департамента здравоохранения, Вячеславом Васильевичем Сойко и коллегами, с тем, чтобы посмотреть, как мы можем двигаться дальше. Ну, я так понимаю, что у вашей компании, да, организации, вашей команды уже большой опыт по работе вот с такими семьями, с такими детками. Расскажите вот на ваш взгляд, какие самые, наверное, оптимальные форматы, формы работы вот с такими, не знаю, клиентами, их, наверное, сложно назвать, да, но вот с такими семьями. Самые оптимальные, то есть простой ответ здесь, те, которые подходят конкретной семье. И об этом мы, кстати, тоже говорили сегодня с коллегами из департамента о том, что очень важно подходить индивидуально. Ситуация каждой семьи, это банально общее место, но мы непостоянно об этом говорим и не устаем об этом говорить, что каждая ситуация индивидуальна, потому что потребности ребенка, они отличаются в одной семье от потребности ребенка в другой семье. И причины неблагополучия тоже отличаются. И поэтому мы говорим об одной из наших технологий, это технология комплексной оценки, когда мы сначала очень внимательно смотрим на все те факторы, которые повлияли на это неблагополучие, и уже под это подбираем конкретные действия, конкретные механизмы, как ее можно решить. Кому-то можно просто доброе слово, действительно, наладить контакт с родителем, наладить контакт с ребенком и просто донести до них важность того потребности ребенка и то, как их можно удовлетворять. Может быть, человек просто не знает, ему с ним нужно просто поговорить. Кому-то этого будет достаточно. У кого-то серьезные, действительно, финансовые проблемы, и с ними нужно разбираться всем вместе. Специалистам департаментов, специалистам, все, которые окружают эту семью и работают не только с ребенком, но и с родителем. И здесь нужно, действительно, финансовые вливания какие-то в эту семью, чтобы помочь им выбраться. Поэтому я бы сказала, что лучшие формы работы – это те, которые помогают удовлетворить потребности ребенка и уцелены на лучшие его интересы. Мы, как профессионалы, знаем, что лучшие интересы ребенка – это расти и развиваться в своей родной семье. Все то, что будет помогать ребенку как раз-таки расти и развиваться в своей кровной семье, а семье выполнять свои обязанности по воспитанию ребенка и получать ту поддержку, которая необходима, если оступился, если какая-то сложная ситуация. Вот это и будет. То есть здесь нет единого ответа. Лучше всего, не знаю, работать, там, или консультация психолога, или юридическая помощь, или материальная помощь. Нет. Точно не работают карательные меры, то, что мы знаем. И знаем не только из своего опыта, но и из опыта всех коллег, которые работают в этой сфере. Штрафы, порицание, вызов на ковер – они все хороши в краткосрочной перспективе, чтобы немножко мобилизовать. А если мы говорим про долгосрочное улучшение ситуации, то здесь только партнерство и сотрудничество совместно с родителями, ребенком и всеми специалистами, которые находятся вокруг семьи. То есть я правильно понимаю, здесь вот, ну, просто, например, мы, да, тоже как СМИ, постоянно подключаемся к таким рейдам, и наша вот комиссия по делам несовершеннолетних совместно там с полицией, с отделами по делам несовершеннолетних периодически проводит подобные рейды. Но, насколько я помню, там как раз-таки речь идет, ну, понятно, что, да, регулярная профилактическая работа, но есть семьи, где уже вот, ну, это крайние меры, когда ребенка изымают из семьи, и там штрафы какие-то выписывают. То есть здесь это не работает или как? Или, может быть, нужно понимать задачи и цели, да? Да, одно дело выявить, да, и сделать эту ситуацию видимой. Да, для этого действительно нужен рейд. Ну, а как еще мы все увидим и все соберем всех специалистов, чтобы они одновременно увидели и приняли такое согласованное решение? Да, действительно, ребенку здесь опасно. С точки зрения помощи, ну, это, конечно же, вы сами понимаете, да, рейд, когда мы пришли, строгие дяди в костюмах и тети тоже, да, оно не будет работать на поддержку, оно будет работать на выявление проблемы и на обеспечение потребности ребенка здесь сейчас, действительно. А с точки зрения поддержки, здесь нужно уже подключать помогающих специалистов, да, и поддерживающие услуги. С точки зрения социальной работы, очень важно, чтобы помощь была доступна там, где человек проживает. Да, если мы сказали, все у вас плохо, пришли, да, с специалистами в семье, сказали, все у вас плохо, да, но услуг мы вам никаких предоставить не можем, потому что вот вы карабкиваете с вами сами, это будет не очень правильно. Да, если мы говорим, что видим проблему в конкретной семье, нам нужно предложить решение, да, решения должны быть настроены к конкретной проблеме этой семьи. Для кого-то, да, это услуга няни социальной, которой она может воспользоваться до раз в месяц для того, чтобы сходить и получить то самое пособие или встать на ту самую биржу труда, на которую отправляют конкретную маму, да, или дойти до больницы, да, получить какое-то лечение. Для кого-то это необходимо занятие с педагогом или психологом по тому, чтобы обучить маму, а как правильно и безопасно с ребенком общаться. Мы говорим, нельзя применять физические наказания, а у мамы может быть нет другого арсенала, да, и, соответственно, мы должны помочь научить эту маму, а что можно делать по-другому? Вот он сейчас у нас не слушается, ребенок, да, что ты можешь сделать для того, чтобы обезопасить его, обезопасить себя и жить дальше в мире, да, друг с другом. Да, и у нас есть более специфические услуги, которые мы предлагаем, в том числе активная семейная поддержка, это когда интенсивный ежедневный контакт со специалистом направлен на мотивацию, на поиск совместного решения и дальше маленькие шаги по выходу из этой ситуации. Совместное посещение каких-то органов и учреждений, да, то же самое обучение в быту, да, как мне управляться с этим ребенком, а если у меня их четверо, а если у меня никакой поддержки нет, как мне, да, одной рукой варить кашу, а другой успокаивать ребенка, не всем дано это изначально. Да, есть еще более специфические, такие как услуга профессиональной семьи, например, когда ребенку временно необходим семейный уход, который родитель не может предоставить, например, потому что родителям не нужна госпитализация или реабилитация, и это не час, а это несколько дней, может быть, несколько недель. Мы знаем, исходя из всех исследований российских, международных, и вся нормативная база нам о том говорит, что ребенку раннего возраста необходим один ухаживающий взрослый, ему необходимо семейное окружение. Да, услуга профессиональной семьи, она как-то как раз таки позволяет обеспечить это семейное окружение для ребенка, вот семью временно, пока родитель кровный будет решать свои проблемы. Да, и самое главное здесь специалистам поддержать кровного родителя, чтобы он как можно быстрее решил свои проблемы, и семья воссоединилась. Но это тоже технология, которая такая уже более инвазивная, что называется. Не всегда она требуется. И здесь подбор той технологии, которая нужна здесь сейчас, он как раз таки происходит, исходя из глубинного понимания проблем, которые в этой семье произошли. Я бы хотела немножко уйти немножко в сторону и вернуться к вашему вопросу, когда вы сказали, что вы и другие средства массовой информации присоединяетесь к рейдам. Нам кажется очень важным, чтобы средства массовой информации видели социальную работу во всем ее объеме. То есть не только рейд, который является уже какой-то некой конечной точкой, когда все стало уже очень плохо. Социальная работа – вещь очень сложная, требующая точечного внимания, огромного профессионализма специалистов. И, к сожалению, вот эта сложная работа в полном объеме пока недостаточно узнаваема. Ее не очень видят и понимают. Ну, например, по сравнению с работой врачей, да, социальная работа, она не менее важна, потому что она точно так же меняет траекторию жизни человека, ребенка. И профессионализм специалистов по социальной работе, он крайне необходим. И поэтому мы очень хотели бы, чтобы именно разные аспекты социальной работы получали большую узнаваемость в обществе. И также мы очень много работаем с нашими коллегами с тем, чтобы помогать их профессиональному развитию. Об этом сегодня мы тоже говорили на встречах, когда специалисты говорили о том, как они хотят иметь больше возможностей для обучения, для развития, и чтобы узнавать какие-то новые подходы, новые технологии, учиться, решать какие-то точечные проблемы наиболее эффективным способом. И это тоже то, чем мы готовы заниматься. Благодарю за пожелание. Мы, кстати, возьмем его себе на заметку, да, и, может быть, сделаем какой-то такой более подробный материал о работе социальных служб. Ну вот, а если говорить в целом о понятии социальное сиротство, да, оно ведь очень обширное. Принято как-то вот у нас в обществе, что в основном думают, что это там пьющие родители, или если там, например, родители, которые воспитывают ребенка там в одиночку, например, да, кто вот вообще, какие категории родителей, детей, семей относятся к понятию социальное сиротство, и вот, например, как, ну, очень же сложно, да, заметить вот этих вот социальных сирот, и, может быть, там, на первый взгляд, там, абсолютно нормальная семья, а в ней могут быть какие-то не очень хорошие, да, вещи происходить. Как вот это распознать, например, там, тем же соседям каким-то, ну, чтобы не было вот... Да, социальное сиротство, это уже, как бы, конечный пункт для всей той, всего того неблагополучия, которое произошло. То есть социальная сирота — это ребенок, у которого есть родители живые, но они, да, по каким-то причинам не исполняют свои родительские обязанности и лишены родительских прав, и ребенок остается на печенье государства. То есть это, по сути, ребенок без родителей при живых родителей. И на самом деле, если мы посмотрим статистику по тем детям, которые находятся в учреждениях по Российской Федерации, то большее количество в учреждениях — это дети, у которых есть родители, которые где-то живут, как-то существуют, и многие из них даже готовы бы при какой-то поддержке вернуться к выполнению своих родительских обязанностей. Но не у всех есть такая возможность, такая поддержка, и это нужны действительно ресурсы туда вложить, и поддерживающим организациям в том числе. Если мы говорим на шаг назад, как раз-таки там, где работает наша организация, мы работаем как раз-таки с семьями, которые находятся в риске социального сиротства, те, которые еще... дети еще дома, но они уже либо на виду у организации каких-то, либо уже неблагополучие, либо у ребенка есть какие-то уже последствия от неправильного ухода, что можно так назвать. Как распознать? Это всегда очень тонкая вещь, потому что смотря что мы ищем, неблагополучие — это же очень комплексно. Есть вещи, факторы, которые действительно может увидеть каждый. Ребенок, который гуляет один, ребенок, который возвращается в 5 лет, не знаю, один где-то там из детского сада. Фантастика сейчас, конечно, в современное время, но бывает всякое. Ребенок, который недоедает, да, ребенок, которому мы протягиваем, не знаю, печеньку, да, и он ее с жадностью съест. Вот. Ребенок, у которого есть какие-то признаки жестокого обращения. Это самое объективное, и то, что мы видим. Чаще всего неблагополучие более скрытое, оно более где-то глубже в психологических аспектах возрастления ребенка, в неблагополучии, которое скрывается за его закрытостью, замкнутостью, отсутствие друзей. Потому что что такое отсутствие друзей? Это отсутствие социальных навыков, когда я не умею налаживать контакт. Откуда берутся эти навыки? Из семьи. Если я не научился налаживать контакт со своим родителем, или родитель со мной не хочет налаживать контакт по какой-то причине, мама может быть в депрессии, у мамы еще трое или пятеро детей, с которыми ей нужно уделять время, и у нее нет времени индивидуально на каждого ребенка. И это маленькая проблемка, за другую маленькую проблемку будет нарастать, нарастать, и однажды в эту семью уже придет, как вы говорите, рейд со всеми специалистами, и будут изымать, потому что есть угроза жизни и здоровья для этих детей. А начинается все с того, что мы можем заметить, что ребенок замкнутый, или ребенок на детской площадке один, или, может быть, он, наоборот, берет у всех игрушки, нам кажется, ой, какой хулиган, да у него просто, может быть, своих нет, или он не научил его никто, что нужно спросить о том, можно ли я поиграю в твою игрушку. Какие-то отсутствие простых вот таких навыков, навыков социальных, навыков общения, это уже такой, может быть, первый звоночек. Естественно, первые, кто это видит, это специалисты здравоохранения, поликлиники, куда приходят родители, или не приходят, что тоже, да, нам сигнал будет. Специалисты детских садов, которые этого родителя видят, или, наоборот, не видят, на каждый раз разный человек забирают. Или мама в каком-то странном состоянии приходит, или постоянно опаздывает. Специалисты школ, да, социальные педагоги, классные руководители, это, естественно, те люди, у которых, ну, в их задачах стоят выявления таких детей, и здесь главное не просмотреть, да. И самое главное, первое, не просмотреть, а второе, не наказать, не ругать этого родителя. Вы опять не пришли на родительское собрание, вы не сдали тысячу на пластилин детям. Спросить, а в чем дело, да, чем я могу помочь, или кто может другой помочь, и именно попытаться организовать систему помощи. И здесь, конечно, социальные службы, уже их большая роль для того, чтобы быть вот этим центром, центральным звеном в помощи, в организации, помощь вокруг этой семьи. Так, ну, получается, у вас большая команда, так, как я поняла? Не очень большая. Не очень большая. Расскажите поподробнее, что за специалисты, там, то есть психологи, наверное, юристы, да? У нас, так как есть два больших направления в нашей работе, первое, это наша практическая служба, где мы непосредственно работаем с семьями и детьми. Задача этой службы как раз-таки отработка эффективных моделей работы с семьями в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, с теми, кто вот находится в риске разлучения с родной семьей. В этой команде, я являюсь руководителем этой службы, и у нас шесть человек. Два специалиста, которые работают с семьями в кризисе, два специалиста, которые работают с семьями с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и два психолога, которые занимаются повышением родительских компетенций и участвуют во всей другой деятельности. Вот, у нас шесть человек, все шесть специалистов и я, мы работаем практически, да? И мы работаем с теми случаями, где вот действительно есть риск разлучения детей с семьей, и наша задача как раз-таки этот риск минимизировать, да, провести оценку, отработать, подключить, если необходимо, других специалистов и выйти, вывести семью на качественно новый уровень, да, жизни. И наше другое направление, это как раз-таки распространение этого опыта, в рамках которого, в рамках этого направления мы работаем с регионами. Свой опыт и опыт, который мы сами учимся вокруг у специалистов российских и международных, мы уже распространяем, и этим занимается ресурсный центр, где Анна руководит. Да, ресурсный центр — это второе такое, ну, сравнительно крупное подразделение нашей не очень большой организации. В нашем ресурсном центре есть три преподавателя. Должен сказать, что все они являются либо специалистами по социальной работе, либо психологами по первому образованию, плюс имеют опыт педагогической работы. Они как раз разрабатывают образовательные программы, которые мы предлагаем специалистам. Все наши образовательные программы, они в первую очередь базируются на практике нашей работы, и они очень практикоориентированные. Мы исходим из того, что специалисты, с которыми мы работаем, все прекрасно образованные люди с опытом работы. Объяснять им теорию не нужно, и бессмысленно, и будет потеря времени для всех. Мы хотим поделиться именно нашим опытом, рассказать о каких-то наших, ну, можно сказать, фишках, да, о каких-то вещах, которые мы нашли, придумали, проверили, поняли, что они работают. И вот это мы и делаем через наши образовательные программы, которые мы предлагаем коллегам вот по всей России. Раньше все наши программы были очные, к нам приезжали в гости специалисты из разных регионов России, мы ездили, но вот пандемия заставила нас уже попробовать по-другому это делать, и мы развиваем сейчас активно дистанционное обучение, у нас есть платформа для дистанционного обучения, которая позволяет все это делать на профессиональном уровне. Вот в этом суть работы ресурсного центра. Там три преподавателя и я как руководитель. Ну, еще у нас есть наше руководство, наш директор по стратегическому развитию, которая задает нам именно стратегическое направление, заставляет нас думать шире, глубже, браться за новые какие-то направления. И есть у нас коллеги, которые занимаются связями с общественностью, коммуникациями, помогают рассказывать о нашей работе и о том, что такое социальная работа и какие в ней существуют вызовы и решения. Ну, вот вы сейчас сказали, что вы работаете по всей России, получается, да? Может быть, есть какие-то примеры с удачными кейсами? Какой-то конкретный город, какой-то конкретный регион? Мне кажется, такой хороший пример, это работа с Республикой Карелия. У нас там было несколько с ними проектов, но это действительно очень-очень эффективная работа, она показала, даже если мы посмотрим статистически на количество детей, которые находятся под опекой государства, да, или выявлены как оставшиеся без исключения родителей, вот в рамках нашего сопровождения мы прямо видим, там, не более, такое падение этого количества. Самое главное во взаимодействии, что интересованность всех сторон. Это потому что у нас есть опыт, у нас есть идея, у нас есть желание, это прописано в нашей уставной деятельности, что мы работаем на улучшение практики социальной работы по всей России. Но мы не можем приходить в закрытые двери, и это самое главное, чтобы было желание у руководства региона, у специалистов, которые здесь работают, действительно, они понимали ценность и важность индивидуальной работы с семьей, которая находится в кризисе. Если это есть, это уже половина дела, значит, у нас взаимодействие пойдет, потому что мы, как я уже говорю, мы не теоретики, мы приходим с практическими решениями, которые можно адаптировать на конкретной территории. В Карелию мы пришли с такими технологиями, как комплексная оценка, межведомственная рабочая группа, то есть совместное принятие решения на групповом уровне специалистов, опять-таки, некарательное какое-то, они собрались все и сказали, вот вы, Марья Ивановна, какая-то нехорошая женщина, не воспитывайте своего ребенка. А мы все собрались и сказали, а я могу дополнительно заниматься с вашим ребенком, потому что у нас в школе есть такая возможность. А мы можем кормить горячим обедом. А есть еще некоммерческая организация, которая может купить ему школьные принадлежности, условно, вот такой пример. И все вместе решают этот вопрос. У нас там был большой курс обучения по технологиям социальной работы. И у нас там была работа микропроектов в 8 регионах, в 8 районах республики Карелия, там всего 18 районов, из 8 районов были организации, которые, используя наши технологии, выбрали самые сложные случаи в своей работе. По 10-20 случаев было в районе, с которыми они точечно отработали. Брали те случаи, которые уже на комиссии по делам несовершеннолетних, где как раз-таки присутствуют специалисты всех субъектов профилактики, обсуждают эти случаи, которые уже проходили, которые получали уже штрафы за неисполнение родительских обязанностей, которые есть уже на контроле органов опеки. Самые сложные случаи, которые, если с ними ничего не сделать, ну, следующий шаг — это лишение родительских прав. Взяли эти случаи и отработали их, используя элементы наших технологий, используя именно фокусное внимание на эти случаи, и мы получили очень хорошие результаты. Около 7... сейчас я пытаюсь вспомнить. Из 100 с небольшим случаев, которые у нас там были, 75-80 случаев нам удалось сохранить, да, детей в семье. Это показало, что эти большинство случаев, которые мы считаем уже пропащими, таким простым языком, если будем говорить, при фокусном внимании, при, да, при больших затратах, при том, что в рамках простой своей деятельности, обычной деятельности специалисты обычно... Ну, это просто еще один случай, да, еще одна семья, с которой я работаю. А если ты фокусно поймешь, что там, какая проблема, будешь искать ресурсы, как им можно помочь, можно помочь. Это, мы будем говорить, что это 80 детей, которые остались со своими родителями. Это 80 детей, которые остались жить дома, да, а не получили опыт проживания в государственном учреждении, которое тоже прекрасно, но оно не мама. Ну вот такая тема, да, достаточно, опять же, повторюсь, сложная. И мы как-то делали, тоже писали интервью, задавали вопрос, по-моему, у нас уполномоченная по правам ребенка была. Вот вопрос такой, а есть ли смысл спасать ребенка из этой семьи? Потому что иногда бывают такие случаи, когда ребенку там действительно, ну, опасно оставаться. Или все-таки есть вот смысл как-то поработать с родителем, чтобы ребенок остался в семье? Как вот здесь вот быть? Нету никакой формулы, к сожалению. Всегда очень хочется, чтобы была конкретная формула. Если А плюс Б равно опасно, значит, не работаем. К сожалению, нет. И здесь всегда очень важно работать, быть профессионалом и работать с командой профессионалов. И почему очень важно постоянно повышать свою квалификацию? Для того, чтобы твое суждение профессиональное, оно было взвешено, основано на фактах и не было решено на эмоциях. Мне кажется, что здесь плохо. Нет, да, оно тебе должно казаться, потому что у тебя собраны факты. И ты оценил все полностью. Работать можно там, где есть ресурсы. Такое профессиональное слово, немножко тоже замыленное уже, потому что его используют по-разному. Что такое ресурс? Это те сильные стороны, которые есть у семьи и на которых можно дальнейшую работу построить. И наша задача их увидеть. И это один из наших подходов, который мы используем. У нас есть отдельный курс обучения, который мы так же предлагаем. Это подход, основанный на сильных сторонах. Когда мы не смотрим, и это у вас плохо, и здесь плохо, сегодня на встрече со специалистами приводила пример о том, что если у человека сломанная рука, мы не говорим, ну все, у тебя сломанная рука, ты ничего не можешь, правая сломанная рука, не можешь подписать. Мы говорим, у тебя еще левая есть. А давай попробуем что-то сделать с левой и научиться писать левой, и тогда нам может быть что-то получится. То же самое в социальной работе. Мы не смотрим, что можно поломанное полечить. Конечно же, мы это будем делать. Но мы смотрим, а где есть сильная сторона, которая может быть заменит, которая может быть будет работать за двоих. И это может быть любовь к ребенку банально. И нет ни работы, ни жилья, ничего. Но на любви к ребенку, это мама условная, на желании с этим ребенком быть, горы свернет. Будет ездить за 300 километров к этому ребенку, раз в неделю навещать его, чтобы не потерять эту связь. Или привозить одну конфетку. Не то, чтобы он не переживет без этой конфетки, но он увидит, что мама о нем заботится. И это будет для обоих огромный ресурс. Поэтому крайне важно оценить. Нет единого ответа, где нужно прекращать работу. Поэтому крайне важно не в одиночку принимать это решение, а все-таки коллегиальность принятия решения. Потому что я вижу маму или родителей с одной стороны, а специалист, который с этим ребенком работает, он слышит другие рассказы от ребенка. И мы все вместе, если соберемся и взвесим наше суждение профессиональное, основанное на фактах, а не на эмоциях, мы здесь поймем, стоит или не стоит. А еще буквально в прошлой неделе был у нас семинар, где специалисты говорили, чувствуйте, слушайте свое шестое чувство, и как двигаются волоски у вас на руках. Что если вы чувствуете, что есть там что-то, значит, может быть, здесь нужно поискать факты и ресурсы какие-то. Поэтому здесь очень тонкий момент, но крайне важно, мы учим именно основываться на фактах и на сильных сторонах семьи. Ну, то есть такой интересный подход. Я просто, честно, первый раз сталкиваюсь, да, мне Светлана когда сбросила программу вашего пребывания, мне стало очень интересно, и это действительно классно. Если это прямо работать будет, то, наверное, в нашей стране станет меньше социальных сирот. Оно работает. Будем надеяться, что так и будет. Я благодарю вас, что вы нашли время и посетили нашу студию. У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Я напомню, гостями нашей студии стали Юлия Гонтаренко, руководитель службы профилактики, защиты и реинтеграции автономной некоммерческой организации «Партнерство каждому ребенку» и Анна Мыслова, руководитель ресурсного центра прикладной социальной работы «Партнерство каждому ребенку». На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok